Любовь к иностранным языкам у Лианы Скворцовой появилась еще в детстве. Уже в 15 лет она мечтала преподавать, и вот уже 10 лет проводит занятия и помогает людям совершенствовать язык. Сейчас у нее много учеников всех возрастов, и среди них не только оренбуржцы, но и жители самых разных уголков страны. К занятиям онлайн и из любой удобной точки Лиану привела пандемия, когда личные встречи с учениками были невозможны. Тогда она решила, нужно адаптироваться к современным условиям и технологиям, делать процесс обучения проще и доступнее. Задумалась об онлайн-школе английского языка. Решила, что нужно как-то продвигать, потому что и оборудование нужно было покупать, и все это сейчас не очень дешево стоит. Поэтому решила обратиться в соцслужбу за соцконтактом. И, в принципе, прошла некоторые процедуры, которые нужно проходить, и так и получила, и приобрела уже оборудование. Наиболее востребован в Оренбуржье контракт по направлению индивидуальное предпринимательство. В лидерах – сельскохозяйственное производство. В селах пользуется спросом контракт по направлению ведения личного подсобного хозяйства. Семьи разводят птицу, коров, коз, кроликов для личных нужд и продажи. В городских территориях чаще с помощью соцконтракта оренбуржцы вкладываются в индустрию красоты, логистические услуги, строительство и ремонтные работы. Екатерина Долгова – парикмахер с 16-летним стажем. Магию ее рук, теплоту и заботу мне удалось прочувствовать на себе. Мастер освоила все – от простой до сложной стрижки, праздничной укладки и сложных окрашиваний. Признается, первую стрижку сделала сама себе в 13 лет. С того момента все и началось. Со временем хобби и увлечение детства переросло в построение бизнеса. Сначала начала работать на себя и потом обратилась в соцзащиту за соцконтрактом. Говорит, сложность была в составлении бизнес-плана. Когда мы оформляли соцконтракт, то есть там нужно было создать бизнес-план. И очень была сильная помощь от них. Были очень много ошибок. То есть мы где-то месяца четыре составляли этот бизнес-план. Да, тяжеловато было. Но ничего, ничего, справились. Сумма поддержки, которую получила Екатерина – 260 тысяч рублей. Этого хватило, чтобы исполнить свою маленькую мечту – купить комфортную мойку и кресло, оборудовать и открыть дополнительные кабинеты, студию массажа и депиляции. В планах предоставлять рабочие места, собирать коллектив и делать женщин еще красивее. Екатерина для пенсионеров и студентов придумала акцию «Юность и зрелость». Для них стрижка значительно дешевле. На добро отвечаю добро. Почему? Потому что я понимаю, что сейчас у пенсионеров не очень большой заработок. И студенты в принципе тоже. В региональном министерстве соцразвития поясняют, контракт позволяет вывести семью на новый уровень жизни и дать возможность выйти на доход, который будет превышать прожиточный минимум. Сегодня эта сумма – 13 444 рубля. Этот год богат на нововведения. Средства на преодоление трудной жизненной ситуации могут получить семьи участников СВО, одинокие, инвалиды, пожилые люди, семьи, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, дети-сироты в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, теперь, чтобы заключить соцконтракт на развитие дела, участник должен пройти тестирование на уровень предпринимательских компетенций. Такое условие прописано для того, чтобы в бизнес приходили заинтересованные и понимающие особенности дела предприниматели. Но при отрицательном тестировании можно пройти обучение в центре «Мой бизнес» и получить сертификат. Следующее значительное изменение – это возможность получения государственной социальной помощи теперь не в полном объеме, а по частям, в зависимости от этапов реализации бизнес-плана. С учетом того, что бизнес-план отвечает запросам введения бизнеса, соответственно, возможность есть получить госсоцпомощь такими же этапами. По новым изменениям деньги теперь можно вкладывать и в рекламу, и в продвижение товаров на маркетплейсах, и в приобретении программного оборудования, и не только. Изменения есть и в направлении поиска работы. Если контракт завершен, но человек продолжает работать, то в течение трех месяцев он также будет получать выплаты. Социальный контракт позволяет освоить новую профессию. На это отдельно выделяется 30 тысяч рублей. Изменился подход и к определению состава семьи и подсчета среднедушевого дохода. Учитываются только заявитель, его супруг и дети. Доходы учитываются за три последних месяца, но прибавляется месяц для того, чтобы успеть направить документы в соответствующие структуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова